В последнее время мир становится все более тесен. Современная связь, возможности авиации, средства массовой информации сблизили страны и народы. События, происходящие на одном конце Земли, моментально находят отклик в самых отдаленных ее уголках. Европа и Америка, Азия и Африка объединены в единую политическую матрицу планеты. О самых актуальных событиях и сложных взаимосвязях мы будем говорить в нашей программе «Мир на ладони». С вами я, ее ведущий Олег Кулинич. Здравствуйте. Прошедшие на днях в Турции досрочные парламентские выборы создают новую политическую ситуацию как внутри самой Турции, так и в регионе, окружающем ее. Каким могут быть перспективы турецкой политики с новым составом парламента и правительства? Что хочет президент Эрдоган? Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе, которую назвали «Турция. Выборы позади. Что впереди?». Гость нашей студии, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Виктор Надеян-Раевский. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте для начала поговорим вот о чем. Объясните, пожалуйста, почему в Турции прошли досрочные парламентские выборы? Почему их надо было проводить? И почему они, собственно, досрочные? Ну, собственно, придется вернуться к истории, наверное, годовалой давности. Помните, президент Эрдоган, когда стал президентом, он получил большинство голосов абсолютно и прошел в первом же туре. Все, казалось бы, было хорошо. И он был уверен, что и его партия, так сказать, унаследует эту же харизму президента. Не получилось. К тому времени уже были сильны протестные настроения и против исламизации, и подавление демократических свобод, в чем его обвиняли постоянно. Ну и, наконец, коррупционные скандалы. Они серьезно подорвали позиции партии Эрдогана. И поэтому, когда 7 июня вышли на выборы турки, они отдали ему только 40% голосов его партии. Ну, его формально он, конечно, не является главой партии. Формально партию возглавил Давут Аглу, премьер-министр. Но, по сути, Эрдоган постоянно вмешивался в дела партии, устраивал, так сказать, заседания правительства, на которых сам присутствовал, что, в общем-то, в его конституционные обязанности не входило. Он, как бы, ну, по турецкой конституции, он является в значительной степени, конечно, представительское лицо, не руководитель конкретный. Он не во всем может давать указания. Так что он далеко выходил за свои пределы и рамки. Почему он потерпел поражение? Опять же, вот это недовольство, которое сказалось. Попытки после этих выборов летних неудачных для него сформировать коалиционное правительство успехом не увенчались. Во-первых, он не смог договориться с правыми. Была такая попытка. Ну, правые занимают очень уж жесткие позиции. Это партия националистического движения, ну, переводят и националистического действия. Это чистые националисты с пантюркистским уклоном, ну, весь мир турки, турки это все, турки выше всех и так далее и тому подобное. Ну, это несколько далековато от идеологии партии Эрдогана. Они все-таки ориентируются на ислам, причем подчеркивают, что именно ислам, так сказать, современный, а не древний какой-нибудь ваххабитский. Это значительная разница в программах. Не сумели договориться, не сумели с народно-республиканцами договориться, потому что эти себя позиционируют, что они левее центра, наследники Ататюрка, против исламизации, за светскую Турцию. А Эрдоган как раз предпринял меры, которые немножко назад возвращают Турцию и восстанавливают исламские обычаи и традиции. Разрешили женщинам в головных платках появляться, в университетах, в офисах и так далее. Это очень серьезно насторожило сторонников линии Ататюрка. Между тем, партия Эрдогана начинала это достаточно демократично. Я предлагаю прерваться и послушать нашего эксперта. Это кандидат исторических наук, специалист по Ближнему Востоку Андрей Степанов. Раджеп Тайбер Эрдоган баллотировался на пост президента. Впервые, кстати, не Меджилис, не парламент выбирал президента, а выбирал президент, так сказать, избиратель в целом. То есть турецкий народ. Он получил 52% голосов. И вдохновленный этой победой, Эрдоган и нынешний глава партии Ахмед Давуд Оглу, они пошли на выборы с тем, чтобы попытаться заручить конституционное большинство в Меджилисе. Это примерно 330 голосов. После этого они намеревались поставить вопрос об изменении конституции и изменении профиля самой власти от парламентской республики в сторону президентской республики с приданием президенту весьма широких полномочий, наподобие, скажем, полномочий американского президента. Но совершенно неожиданно, это был действительно шок. Они здорово просчитались, поскольку на предпоследних выборах партия получила порядка 43,8, ну, около 44% голосов. На последних выборах они едва-едва перевалили через 40%. И таким образом потеряли не то, чтобы не приобрели конституционное большинство, то потеряли элементарное большинство в Меджилисе и вынуждены были искать компромиссы и коалиционного правительства с другими тремя партиями, которые получили места в Меджилисе. Но компромисса не получилось. Зачем Эрдоган взял курс на срыв коалиции? — Дело в том, что мы не упомянули еще об одной партии. Это партия демократии народов, или еще называют народодемократическая партия, ну, в зависимости от того, как переводить название. В общем-то, это партия прокурсская, как бы, и они получили 13, там, с чем-то процентов голосов на летних выборах. Это было серьезно, они впервые прорвались в парламент, но именно они и отняли у Эрдогана голоса курдов. И вот этого данной партии Эрдоган простить не мог. Порядка 150 отделений партии было в ходе второй предвыборной кампании разгромлено в Турции. Причем это делали сторонники Эрдогана. То есть, насчет демократичности выборов, равных условий и так далее, европейских требований, все было очень под большим вопросом. Серьезная была ситуация. Ну, это первое, что сказалось. Ну, и потом, именно с ними Эрдоган вообще не хотел вести никаких переговоров. А с предыдущими двумя партиями, вы видите, у них мало общего. Ну, и потом все-таки доминирование однопартийное, это уже давно в крови сторонников Эрдогана. И Давут Аглу, проводя переговоры, тоже не шел на уступки. А что такое коалиция? Взаимные уступки, принятие части программы оппозиционера и так далее. Ну, и только тогда дележка постов, конечно, в правительстве и прочее. На это он не пошел. Ну, вот теперь день сегодняшний, что называется, выборы 1 ноября. Чем они завершились? Какие партии вошли в новый состав парламента? Как скажется это на формирование правительства? Давайте об этом сейчас поговорим. Ну, первое, это Эрдоган, партия Эрдогана, будем так ее называть. Эрдогана Давут Аглу вернул на себе значительную честь потерянных голосов. Они вернули примерно 8% из потерянных голосов, чуть больше может быть, и получили около 50%. И, соответственно, вот эти самые 330 мест в парламенте, которые дают им, ну, обычное большинство, они получают. Ну, у них не хватает мест до конституционного большинства. Ну, здесь им, конечно, если они хотят сделать президентскую республику, с кем-то надо очень серьезно договариваться и с очень серьезными уступками. На что готов будет пойти Эрдоган, трудно сказать. Это же надо поделиться властью, а вот делиться он не умеет и не любит. Как сформировано коалиционное правительство? Давайте об этом поговорим, но вначале послушаем нашего эксперта Андрея Степанова. Оппозиционные партии, ну, ДжХП осталась, Народно-Республиканская партия осталась примерно при своих. Но кто потерял, это, конечно, Демократическая партия народов, это прокурдская партия, которая выступала не только под курдскими лозунгами, но и выступала под лозунгами левой альтернативы, левоцентрической альтернативы нынешнему вот пройсламинскому правительству. И партия, значит, национального движения, это, наверное, Бахчели. Ну, это чисто националистическая партия, естественно, у националистов он отнял голоса, а про курдскую партию там просто началось шальмование, начались погромы этой партии, офисов, митинги срывались. Вот в этой связи интересно, как будет складываться дальнейшая судьба курдов? Ну, собственно говоря, если не решать вопрос, не идти на определенные уступки, не предоставлять права курдскому населению, аналогичные хотя бы или хоть приближенные к правам турок, то проблему, конечно, не решить. Это и не только субсидии в восточные регионы, в их развитии, это, конечно, решение прав культурной автономии, предоставление языковых прав и так далее. А реальной автономии здесь речи, конечно, нет, и просто даже они себе ее не мыслят. Обратите внимание, как только сирийцы, сирийские курды объявили об автономии, турки сразу резко против них настроились. А сейчас очередной округ недавно объявил тоже о желании провозгласить свою автономию, тоже курдский район. Тут же им было заявлено, чтобы не переходили Ефрат. Только перейдете, наносим удары, и они наносят удары по сирийским курдам. Казалось бы, в чем дело? Они считают, что сирийские курды являются сторонниками партии Аджалана, рабочей партии Курдистана. Вот, собственно говоря, в чем загвоздка. Но они действительно левоориентированы, сирийские курды. Но они защищают свою землю, они же не воюют на чужих землях. Ну да, но тем не менее, вот смотрите, ситуация с выборами была достаточно критической для самого Эрдогана. Как ему удалось вернуть свои позиции и выиграть эти выборы? Давайте послушаем еще одно мнение нашего эксперта Андрея Степанова. Сам Эрдоган, деятель харизматический, он совершенно сознательно пошел на резкое обострение ситуации в самой стране. Отсюда был разрыв переговоров и соглашений с рабочей партией Курдистана. Отсюда объявление начала боевых действий против, с одной стороны, рабочей партии Курдистана, с другой стороны, против исламского государства, значит, соседней Сирии. Эрдоган, как хороший тактик, как бесспорный харизматический деятель, он рассчитывал исправить серьезное положение. И по конституции, значит, раз не удается создать коалицию, значит, надо идти на чрезвычайные выборы. И надо сказать, что он не просчитался. Я бы к этому добавил. Ведь не просчитался. Не просчитался, да. Но я бы к этому еще одно добавил. Сначала город Суруч, взрывы смертников, а потом Анкара. Два взрыва тяжелейших, которые более ста жизней унесли, и сотни раненых. Это было очень серьезно для Турции. Люди испугались. Первым делом в Анкарском взрыве кого обвинили? Не только ИГИЛ. Не ИГИЛ, а ИГЭ, так сказать, исламское государство. Но они обвинили ведь именно рабочую партию Курдистана, курдскую рабочую партию. Ну, а это было серьезно. Да, это оказалось враньем, безусловно. Как и стоило ожидать. Это не методы курдов. И это было ясно изначально. Но, тем не менее, обвинения прозвучали. И люди были действительно напуганы. Шок. Люди захотели обернуться к той партии, которая должна опять обеспечить порядок. А насколько стабильно сформированное правительство? О внутриполитических проблемах страны наш эксперт. Так, ну вот, тактическую победу он как бы одержал. Так, но проблемы страны остаются. Все те проблемы, которые привели к кризису и неожиданно ударили по правящей партии, это конец экономического бума, это инфляция, это безработица. Официально там 10, по неофициальным источникам 15%. Так, это обесценение лиры, она уже перелезла за 3 лиры, за доллары. Сейчас 3,5, там на черном рынке 4 лиры и так далее, и так далее. Это сохраняющийся очень большой дефицит во внешней торговле. Порядка 80-90 миллиардов. Так, что висит на государственном долге, это порядка 400 миллиардов долларов. Ну, Турция все-таки большая страна, там порядка 80 миллионов населения. Так, что это, ну, все равно это груз висит на нем. Ну, это по внутренней политике, а во внешней политике тоже не все так просто. Давайте об этом поговорим. Сейчас же турки пытаются, опять же, быть лидером в регионе, ну, и пытаются нащупать это на волне борьбы с правительством Асада. Но, опять же, здесь далеко не все получается. Их формула, которую американцы приняли, сначала устраня им Асада, а потом боремся с ИГИЛ, она не срабатывает. Потому что ИГЭ себя прекрасно чувствовала, несмотря на американские бомбардировки, турецкие там заявления громкие, ну, и даже попытку турок вмешаться и бомбить эти районы в сосредоточение войск исламского государства. Так что, в общем-то, пока что здесь у Эрдогана неудачи сплошные. И консолидировать сирийскую оппозицию им как не удавалось, так и не удается. Другое дело, что в плане России и Соединенных Штатов переговоры по поводу этой самой оппозиции, вот это, пожалуй, имеет более реальную основу. Но это же обходится пока что без Турции. А вот это уже недопустимо для них. Посмотрим, какие они предпримут шаги. Видимо, тоже постараются встроиться в эту систему, за кого-то заступаться, кого-то защищать, как, дескать, не имеющего отношения к терроризму и так далее. Скорее всего, это будут умеренные исламисты. Ну, и, естественно, свободная сирийская армия, так называемая. Уверяю вас, многие исламисты сейчас, узнав, что свободная сирийская армия получает некий более-менее официальный статус, признаваемый со всех сторон, ринутся в ряды свободной сирийской армии. А давайте поговорим о том, зачем Турция стремится в Евросоюз. Что это даст? Об этом специалист по Ближнему Востоку Андрей Степанов. Я вот турецких политологов спрашивал, но ведь неужели вы не понимаете, что в ближайшее время Турцию ни за что не примут в Евросоюз? По ряду причин. Прежде всего, основная причина, что это мусульманская страна. Что это мусульманская страна. И открыть границы без всяких оговорок, слить это все воедино. Неужели вы не понимаете, что из-за проблемы Кипра, из-за проблемы армянского геноцида, который все время поднимается, из-за несовершенства законодательной системы, из-за отсутствия полной свободы прессы, демократических свобод и многое другое, но Турцию никак не примут в Евросоюз. Мне отвечали, вы знаете, говорят, само наше стремнение, сам наш процесс позволяет осуществлять какие-то изменения внутри страны. То есть, сам процесс. То есть, мы не питаем никаких иллюзий в отношении вхождения в Евросоюз. И, кстати говоря, Эрдоган, как блестящий тактик, этим воспользовался. И когда он начал гонения на военных, он подлаживался под Евросоюз. Ему аплодировали, кстати сказать, в Евросоюзе именно из-за ограничения действий армии. Армия была убрана из политики, и армия не имеет права теперь вмешиваться никакого. Раньше было конституционное право у них вмешиваться в политическую жизнь. Сейчас все, армия в казармах. Этого он добился. Но здесь есть и другой момент. Я бы был даже более оптимистичен, нежели наш замечательный комментатор. Он блестяще все, конечно, характеризует. Но здесь есть один нюанс. Евросоюз все-таки организация, нацеленная на расширение. Не может она оставаться в одном составе. Нужны новые рынки. Ну и в этом идет помощь со стороны турецкого государства. Это тоже немаловажный момент. Так вот, собственно говоря, Турция сейчас сделала очень интересный шаг. Обратите внимание на эту массу эмигрантов. Ведь Эрдоган перестал их сдерживать. Это тоже был важный предвыборный ход. Так, по крайней мере, считают очень многие наблюдатели. Я не думаю, что он один участвовал в организации вот этой волны в Европу. Не он один. Это нужно было огромное количество мобилизовать и средств, и организаторов. Это была большая работа. Но она привела к каким прекрасным протурецким результатам. Евросоюз готов сотрудничать с Турцией. Финансовая помощь. Лишь бы удержать беженцев там. Он добился многого. И, конечно, он может говорить, что он является форпостом Евросоюза на Востоке. Полное право теперь для этого имеет. И это для него создает очень серьезные возможности дать действительно, может быть, и вступление в Евросоюз. Пока что там хватает критиков, хватает нежелающих его принять. Но такой вариант все-таки я бы не исключал. Подвижка идет, опять же, в пользу Турции. И еще, наверное, интересен был тот факт, что Эрдоган воспользовался ситуацией для того, чтобы как-то перетащить на свою сторону проевропейских политиков в его окружении. Он в последнее время перед выборами стал делать такие достаточно резкие заявления, в том числе и о том, что готов пересмотреть в худшую сторону взаимоотношения с Москвой. Как вы полагаете, он это говорил искренне или же хотел показать просто своим избирателям, что он достаточно крутой и готов даже с Путиным порвать? В принципе, конечно, предвыборное значение эти его выступления имели, конечно, безусловно. Но дело в том, что он очень отрицательно отнесся к нашей операции в Сирии. Потому что стало ясно, что эффект от действий наших летчиков он гораздо более серьезный, чем ожидал Запад. Во-первых, они увидели совершенно не ту Россию, не ту российскую армию, не ту технику. Американцы на это обратили внимание, турки тоже. Они очень внимательно следят за этими вещами. И стало ясно, что правительство Асада и сам Асад, ненавистный Эрдогану, в прошлом лучший друг, так сказать, он не просто удерживается, он еще и переходит в контрнаступление. Но это же недопустимо. Столько денег вложено, столько сил потрачено на то, чтобы консолидировать оппозицию, чего не удалось туркам. Все-таки не удалось. И тут вдруг все идет на смарку. И эти отряды отступают. Эти отряды теряют территорию. А те огромные средства, которые вложила Саудовская, Аравия, Катар, да, кстати сказать, и Турция, в общем-то, тоже была причастна к этому, к делу лагеря подготовки. И на турецкой территории были. И лечили они в госпиталях тех же Джабхата Нуксера боевиков, не только свободную сирийскую армию. Очень важный для нас вопрос, какова позиция Турции по отношению к Крыму? Есть ли заявления на эту тему? И что можно ждать от нового парламента, нового правительства Турции? Можно ждать только сохранения прежней позиции. А не изначально, помня о том, что в свое время крымский хан был вассалом Османской империи, они о тех золотых временах забыть не могут. А то, что в свое время он был разгромлен, его заставили выйти из-под турецкой опеки, а потом указом императрицы Екатерины II присоединили к России, это для них, в общем-то, конечно, плохие воспоминания. Ну и надо сказать, что, в общем-то, поэтому они и пытаются выступать за права крымских татар и так далее, но забывают, что Россия дала крымским татарам такие права, такие возможности, как и Украина за 20 лет, так и не удосужилась дать. В завершении хотелось бы все-таки коснуться российско-турецких отношений как таковых. Что ждет в ближайшее время наша страна? Я не думаю, что угрозы Эрдогана будут исполнены до конца, как он говорил это в предвыборной кампании. Ну, мало что можно сказать в горячке предвыборной борьбы. Турция, турецкий газ, не покупать русский газ, ну, пожалуйста, но 60% газа, потребляемого Турцией, это российский газ. Иранский газ менее надежен, потому что Иран больше ориентируется на собственный внутренний рынок. Мы же постоянно турок выручаем, когда идет недопоставка иранского газа. Электростанция атомная, Ваккую, да, 200 миллиардов долларов. Ну, да, пусть кто-то еще найдется, кто-то другой построит. Построит, но не за эти деньги и не на этих условиях. Наши условия предпочтительны для них, и это тоже факт. Плюс туристы, перекрыть турпоток в Турцию, это очень серьезное явление. И мы, конечно, делаем все для того, чтобы этот поток не прекращался. Турецкие фирмы, которые ведут обширное строительство на российской территории, опять мы же стараемся облегчить им эту возможность. И постоянно джуин-бизнес у нас улучшается. Это тоже немаловажный момент. То есть для нас Турция это крайне важный партнер. И, конечно, мы не хотим, чтобы политика угробила наши экономические отношения. И надо дать должное нашим руководителям. Они смогли отделить мух от котлет, что называется. Посему я оптимист в развитии российско-турецких отношений. Турки – это народ очень благоразумный. Народ, да, сложный переговорщик, но народ взвешенный. И хорошо образованный. Это тоже немаловажно. Здесь они наголову выше окружающих стран. И я думаю, все это, конечно, скажется на дальнейшем развитии наших отношений. И оно, думаю, будет позитивным. Спасибо. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, эксперта, терколога, старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Виктора Анатольевича Надеина-Раевского. Это была программа «Мир на ладони». До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok